14 стих 14 стих 14 стих 14 стих 15 стих 15 стих Я сказал, что, послушав меня, зачем вам идти тяжелым тернистым путем через Голгофу, через жертву Христа? Я вас могу научить через задний двор. Очень быстро. И он преуспел в этом. Так и в Аллаам. Послание Юды в 11 стихе. Горе им, потому что они идут путем Каиновым, предаются обольщению мзды. Опять, предаются награде, платье, как в Аллаам. И в упорстве погибает, как корей. Есть и люди, которые сегодня проникают во внутрь церкви. Которые всячески пытаются что сделать? Затмить Иисуса Христа. Вести в заблуждение. И здесь он говорит, что они сделали. Что он сделал? Он научил сынов Израилев, чтобы они ели идоложертвенное. В Откровении Христос не говорит о еде, как о буквально еде. Он говорит о том, что мозг человека, наше сознание, наш разум, который осуждается Словом Божиим, он также питается чем? Всяким знанием, познанием, наукой. И есть информация, наука, которая идет в рознь со Словом Божиим. Вы знаете, что все в основном атеисты, которые сегодня ярые атеисты в мире стали, это дети верующих родителей. Вы знали это? Большинство из них это дети, которые стали дети верующих родителей. Впали в обольщение. Впали вот это с облазом. Напитали разум свой нечистой пищей. Без четырех минут. И также мы видим, что Валаам научил Валаака и сынов Израилев вел идоложертвенное и любодействовать, или блудодействовать. Или по-другому говоря, продавать самих себя. Продавать свой внутренний храм для поклонения не Христу, не Его Слову, а идоложертвенному. Где знания начинают преовладать или прикрывать Иисуса Христа. Пища не для чрева, и чрева не для пищи, и Бог уничтожит то и другое. Тело же не для блуда, но для Господа, и Господь для тела. Тело, которое мы имеем с вами сегодня, дано нам для того, чтобы в нем жил Дух Святой. Но когда мы вникаем в разную науку, политику, новости, которые ведут осквернение нашего внутреннего храма, Христос говорит, а за это вы будете и страдать, и болеть. Потому что вы не наполняетесь живым словом, моим словом, который разделяет и судит помышление и намерение сердечное.